Приветствую вас уважаемые друзья, коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию новинку мая 2019 года от фирмы Berking Ridge 90 SP. Довольно хороший, приятный воблерок на ощупь. Небольшой размер 9 сантиметров должен хорошо работать по хищной рыбе. Как видите, различные варианты расцветки и в данном воблере очень хорошо видно, как он устроен. Магнитная система дальнего заброса. Небольшая колбочка и один шарик. Похоже он даже просто залит и не дергается, не шевелится, ничего. Воблер не гремит, не трещит, вообще он не шумовой. Система дальнего заброса довольно крепкая. При хорошем усилии она только начинает срабатывать. Как видите, даже внутри есть какие-то подкладочки. Это скорее всего для того, чтобы он не сильно залипал. Вот красивая голография нанесена на воблер. В принципе, устройство очень хорошо просматривается. Вот подкладочка эта упала. Сейчас вернулась. Скорее всего это латунные какие-то шайбочки такие. Сейчас делаю рывок и возвращаем все назад. Воблер сделан очень качественно, толково. Практически так зашлифован, что и не видно стыка пресс-форм данного воблера. Крепкая лопатка. 3d глаза. Очень понравилась мне расцветка под окунька. Такая натуральчик. Тоже голограмма очень красиво смотрится. Надпись RIDGE 90SP. Продукция фирмы BERKING. На каждом воблере все прописано. Тройники очень острые. Цепляются за пальцы. Я уже поранил все руки, пока снимаю обзоры. Такой вот кислотничек матовый. Варианты раскрасок очень разные. Заходите на сайт фирмы BERKING на Алиэкспресс. Смотрите наличие. Смотрите цвета. Очень хороший выбор. Много новых цветов появилось у фирмы BERKING. Заказывайте. Цена. Цена демократичная. Во много раз дешевле, чем стоят оригиналы. Сейчас померяем. Взвесим данные воблеры. От носа воблера до хвоста ровно 9 см. От начала лопатки до тройника 12 см. Остальные воблеры, я думаю, нет смысла обмерять. Так как на глаз сразу видно, что они все одинаковые. Сейчас взвесим, взвесим, посмотрим, насколько отличается вес у данных воблеров друг от друга. Сейчас фирма BERKING очень качественно все начала делать. И разбежка в сотых грамма. Я считаю, это небольшая разбежка, так как может быть разный слой лака нанесен. На глянцевую модель один лак наносится, на матовый совсем другой лак наносится. Поэтому свойства могут быть разные. 10-51. Берем глянцевый. 10-41. 10-41. 10-47. 10-58. Ну, как видите, 10,5 грамм он есть. Разбежка, разница очень минимальная. Сейчас попробуем на плавучесть. Подготовил емкость с водой. Посмотрим, как они ведут себя на воде. Практически стоит на тройничках. Сейчас толкнул его, и он потихонечку, потихонечку, медленно превсплыл. И сейчас стоит практически к толще воды в серединке. Ну, если поиграться с тройничками, есть такие любители, то можно сделать и медленно всплывающий. Хотя вот окунёк, как видите, всплыл. Он самый лёгкий по весу. Медленно, медленно, медленно оно всплывает. С поводком, я думаю, будет вообще идеальный суспендер. Сейчас поиграемся. Воблер это игрушка рыболова, приятная. Медленно тонут. А окунёк получился медленно всплывающим. То есть, кому как повезёт, я так понимаю. Ну, главное, чтобы модель была рабочей, чтобы воблеры ловили рыбу, это самое главное. Тройничками сцепились. На этом, друзья, буду заканчивать видео. Всех благ вам, вашим близким. Ни хвоста, ни чешуи на рыбалке. Оставайтесь на канале. Кто не подписался, подписывайтесь. Дальше будет много интересного. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok